Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем канале. Сегодня у нас с вами немножко незапланированное видео с покупочками из магазина FixPrice. А все почему? Потому что Таня проезжала мимо, заскочила и увидела кучу новиночек в преддверии 8 марта. И поэтому я кое-что купила, то что мне очень сильно понравилось и хочу сейчас этим с вами поделиться. Так что если вам интересно, обязательно смотрите и ставьте лайки. Поехали! Мне кажется, что я одной из первых попала в магазин после того, как у них случился привоз в преддверии праздника 8 марта. Хотя еще как бы 23 февраля не наступило, а мы уже к 8 марта готовы. И я очень сильно рада, потому что было много чего выбрать. И все это я сейчас вам покажу с превеликим удовольствием. Первое, что я заприметила и конечно хочу показать это вам, потому что красота на самом деле невероятная. Смотрите, это вот такие вот открыточки с надписью поздравляю и нереально красивыми цветочками. И еще вот такая. Во-первых, это мое любимое сочетание цветов, то есть что-то такое нюдовое, нежное, обожаю просто. Во-вторых, они очень плотные, они красивые. Здесь нет никакой надписи, то есть вы сюда пишите все, что вам хочется. Единственное, что мне не нравится, так это вот эта вот дешевая золотая ниточка. Но ее можно заменить на любую другую, хоть тесемочку, хоть что хотите. И приклеить, я не знаю, каким-то другим способом привязать к подарку. Потому что вот эта вот ниточка, это конечно трэш полнейший. Написать вы здесь можете все что угодно. Либо просто вообще ее убрать и положить в подарочек. Это у нас компания With Love. 8 на 11 сантиметров. Великолепно. Я взяла 4 штуки. И я, конечно же, как обычно, не знаю, надо оно мне было или не надо. Но лишним не будет. Пусть просто будут. Правильно? Если даже не сейчас, но когда-нибудь пригодятся. Хотя я думаю, что в этот раз, как раз именно около 8 марта, они мне и пригодятся. Очень красивые. По стоимости просто какие-то сущие копейки. Я вам все цены озвучу в конце видео. Следующее, что я взяла, это вот такие вот, очень похожие на открытки, пакетики. Невероятной красоты. Мои хорошие. Это просто что-то волшебное. Здесь бабочки, которые объемные. То есть это прям вот такие объемные стикеры с бабочками, которые приклеены на пакетики. Милота на самом деле невероятная. Я взяла два. Вот они вот так вот выглядят. Также это у нас With Love. Ну, знаете, у нас в семье очень много женщин. Как бы можно сказать, даже бабский батальон. Поэтому для девочек мне нужны были такие пакетики, чтобы упаковать какие-то подарочки, которые я буду делать. На самом деле пакетики вот эти меня сейчас действительно удивляют. Потому что они очень плотные. Здесь очень такой, знаете, добротный плотный картон. То есть это не тоненькое, непонятно что. А прям очень хороший пакет, который выдержит вес. То есть однозначно выдержит. Посмотрите, какой красивый, девчонки. Ну вот правда. Очень красивый. С обратной стороны бабочек нет. Есть только красивые розы. Они были представлены в нескольких цветовых решениях. Но для меня вот эти показались самыми-самыми приятными. Естественно, поэтому я их и купила. Думаю, что, наверное, надо будет взять еще. Следующая из той же серии. Из тех же стеллажей к 8 марта. Я увидела вот такую коробочку. Невероятно красивую коробочку. И меня привлекло больше ее вот эта передняя лицевая часть. Я, кстати, так и подумала, что здесь магнитик. И по факту так и есть. Это коробочка, которая вот таким вот образом открывается и защелкивается на магнит. Идеальное решение для какого-либо подарка. Либо если я буду что-то отправлять, какие-то, например, вязаные изделия покупателям, да, своим подписчикам, то тоже мне будет очень удобно и приятно положить в такую коробочку. Да и потом всегда приятно получить подарок в коробочке, которую ты потом будешь использовать. Плюс, но фикс-прайс спасает на самом деле тем, что у них очень много декоративных вот таких вот штучек, которые стоят вполне себе бюджетно. Так что да, смотрите, вот такой вот у нее красивый цвет. Здесь сирень, цветочки и все такое. Выглядит очень-очень добротно. Также было в нескольких оттенках, но я выбрала самый, на мой взгляд, красивый. Чупак. Дальше, девчонки, не знаю. Возможно, кому-то добавлю в подарочек. Возможно, просто оставлю себе. Я не знаю, не смогла пройти мимо вот такой фигурной доски. Она называется доска фигурная в ассортименте. Я не думаю, конечно, что ее можно... Хотя, почему нет? Может быть, и можно использовать в каких-то кухонных целях. С обратной стороны она просто деревянная, а с этой стороны у нее нанесен рисунок. Плюс, вот видите, да, очень красиво играет голография. Здесь написано с любовью, сердечко, цветочки. Ну, вот просто даже повесить на кухне, мне кажется, будет уже как-то радовать глаз. Тем более, я сейчас как раз жду... Наверное, оставлю себе все-таки. Я жду сейчас как раз подушки на стулья новые. И они там с голубыми цветочками. И скатерти. Как раз вот эта вещь будет перекликаться. И здорово будет. Стоила она 55 рублей всего. Следующее, мимо чего я снова не смогла пройти, потому что оно очень мило, очень красиво. Ну, правда, очень здорово. Девочки, вот такие вот блокноты. Тоже на тех стеллажах, где представлена продукция подарочная, да, к 8 марта, есть вот такие разные блокнотики. Они там действительно в различных расцветках. Есть и какие-то темные, и светлые. Но я выбрала вот такой, как вы понимаете. Все около стиля Прованс. Мне очень сильно нравится. У него есть вот такая вот резиночка, благодаря которой держится все внутри. Floral Design. Это также компания Визлав. И это у нас ежедневник. Здесь есть календарь. А календарь-то хоть на какой? На 2020. Да. Так, 2020, 20. Можно все, что хочешь записывать сюда. Так, я понимаю, что вот это, наверное, что это? Закладка? Или что это такое странное? Или это? А, это, наверное, какой-то разделитель, да? Он для пружинок предназначен. Вот этот вот. Здесь он лежит в таком кармашке. Так, что? Ой, здесь есть наклейки, девочки. Смотрите, какая прелесть. Целый комплект сразу вон, да? Если вы любите оформлять какие-то блокноты и... Слушайте, очень прикольненький. Здесь вот эти конвертики, они по всему блокноту, по всему ежедневнику. Вот они яркими цветами представлены. То есть первые два будут в цвете Тиффани, и потом еще два вот в таком вот розовом цвете. Что-то сюда можете положить значимое для вас, да? То есть, ну, что угодно. Хорошая вещь, хорошая вещь для меня. Почему я купила для себя очередной блокнот, ну, ежедневник, вы спросите, да? Потому что мне нужен был, реально нужен был планер. То есть, когда я все-таки смогу настроить свой график, даже вот рабочий по Ютубу, так, чтобы не отвлекаться на магазин и такие прочие вещи, да, мне нужно будет как-то структурировать все. И вот такой планер, такой ежедневник мне очень-очень понадобится, чтобы вот прям каждый день я знала, что, как, во сколько, какие-то события, мероприятия, съемки и тому подобное. Поэтому мне он действительно необходим. По качеству я могу сказать, что он классный, он очень плотный, ну, такой, прям вот добротный и красивый. Можно однозначно брать, можно добавить в подарок, будет просто супер. Следующее и последнее из того, что имеет отношение к празднику 8 марта, это вот такая гирлянда, девочки, смотрите. Гирлянда розы. Значит, она двухметровая, представлена в двух цветах. Вот в таком белом и в розовом. Других цветов, по крайней мере, в нашем магазине я не наблюдала. Ну, немножко пахнет чем-то резиновым. Цветы, м-м-м, нефтенки, прикол. Смотрите, цветы достаточно крупные, да, крупные и реалистичные, я вам могу сказать. Где-то сантиметров плюс-минус 20 от одного к другому. Вот так это все дело выглядит. Розочки аккуратные, я вам могу сказать, даже на удивление аккуратные. Не придется ничего подправлять, по крайней мере, вот в моей гирлянде вроде бы более или менее все прилично. Хотя с обратной вот стороны, вот здесь вот, да, есть какие-то растрепушки. Дальше, девочки, я говорила, что куплю еще один. И купила такие, на самом деле, еще один вот такой вот органайзер, который мне просто нереально необходим. Вы писали мне в комментариях несколько раз по поводу того, какой у него объем. Даня, какой объем у твоего чудо-контейнера. Но дело в том, что я сразу же отклеила вот эту вот наклеечку. И, естественно, не могла вам ответить. Цена у него, кстати, 149. Так, если здесь написано, то я вам скажу. Здесь не указано, какой у него объем, девочки. Как вот вам объяснить, какой у него объем? Ну, давайте попробуем. Значит, сделано, во-первых, в России, что радует. Также указано, что не содержит бисфенол. Значит, смотрите, вот его длина. То есть, в длину где-то 25 сантиметров. В высоту где-то сантиметров, я не знаю, 15 плюс-минус. Вот. И ширина такая же. Внутри есть вкладыш. Ну, вот вы меня видите, да? И видите в сравнении этот контейнер. Вот этот вкладыш вы достаете. И внутри там еще полость. Которая в свободном доступе тоже сантиметров на 10, чуть больше может быть даже. Плюс вот этот замочек. Класс. Прям вот действительно мне очень сильно понравилось. Я могу вам его рекомендовать. Я считаю, что это недорого. Он красивый, он качественный, он ничем не пахнет. Так что да. Я купила вот такие вот станочки, которые называются Gillette Blue 2 For Woman. 5 плюс 2 штуки. Такие я никогда не покупала. Обычно я использую станочек от Venus. Да. Ну, большой я имею ввиду. Основной их. Либо такие бирюзового цвета. Даже не бирюзового, а Тиффани. Цвета Gillette. Станочки одноразовые, которые везде на кассах повсюду продаются. Вот такими я не пользовалась, если честно, никогда. Но мне стало интересно. Что же это за станочки стоимостью 149 рублей. При условии, что те, которые цвета Тиффани, они стоят 100 рублей за 2. А здесь их получается 7 и 149 рублей. Я не знаю, конечно. Ну, мне кажется, они однозначно будут хуже. Вот так вот он выглядит. Ну, я думаю, вы знаете, наверное. Ну, насчет качества пока я ничего не могу сказать. Лучше вы мне скажите, если вы такими пользуетесь. Как они вообще? Потому что, ну, какие-то вот они кривенькие. Не знаю, девчонки. Честно, не знаю. Просто стало интересно. Попробую, потом вам обязательно скажу. Дальше, девчонки, я вам покажу, что я купила из еды. Значит, частенько в магазине Пятерочка я покупала вот такие вот полезные печеньки от Любятова. Здесь 100% цельные злаки. Их здесь много. Здесь мюсли, ягоды какие-то и тому подобное. Не самые дешевые печенюшки. С учетом того, что здесь всего лишь 120 грамм. Но если вы любите такое, то я думаю, что можно. Нет-нет, себя побаловать. Мне, допустим, удобно бросить в сумочку или в машину. Там каждые две штучки. Просто она уже закончилась. Каждые две штучки идут в индивидуальной упаковочке. То есть, их удобно взять с собой и где-то перекусить. И за счет того, что здесь цельные злаки, цельнозерновые даже, аппетит хорошо утоляют. Плюс они сладенькие. Вот здесь что у нас? Цельные овсяные хлопья, сладкая клюква и изюм. Воздушный рис удобно брать с собой. Вот о чем я и говорю. Есть еще с яблоком и корицей, с шоколадом, с тыквенными и льняными семечками. Но такие мне не попадались, поэтому я взяла вот эти. Обычные. Ничем они, девчонки, совершенно не отличаются от тех же, что представлены в магните. Либо в пятерочке, либо где-то еще. Абсолютно то же самое. Вкусные, да, мне они нравятся. Периодически мы их покупаем. Что я взяла на кассе? Уже это вот такое вот, что это? Батончик с молочно-злаковой начинкой. Шоколадный. От Аленка. Я взяла на самом деле две штучки, чтобы на обратном пути мы были с Ромой сладенькое что-то скушать в машине. Да, и что я вам могу сказать? Не понравилось от слова совсем. Вообще какая-то ерунда. Даже не хочется разговаривать об этом. Не понравилось. Уже когда я рассчитывалась за свою покупку, следующая за мной женщина стояла с вот такой вот арахисовой пастой. И сливками. Вот такими сливками. Вот они. Десятипроцентные. Вот такая упаковочка. Так, в общем, выглядят сливки вот эти вот. Здесь их несколько штук. Ну, и я смотрю паста арахисовая. А я как-то все хотела попробовать вкусную какую-то арахисовую пасту, потому что один раз я заказывала на iHerb. Стоила она что-то совсем недешево. Но мы ее выбросили, потому что попробовали и вообще не поняли прикола. Она мне понравилась. Она совершенно. Мы ее выбросили. Думаю, дай возьму, спрошу, как из фикс прайса. Спрашиваю у женщины. Она говорит, отличная. Я сама раньше не знала. А вот сейчас попробовала и прям классная. И я думаю, пойду посмотрю. Пошла, значит, уже после того, как рассчиталась, взяла ее. Почитала состав. Состав, значит, жареный арахис протертый, масло растительное, сахар, соль. Все на этом. Я думаю, ну, состав приличный. Можно взять. Конечно, вызывает вопросы, что за масло растительное. Но да бог с ним. Как бы тут можно разговаривать об этом долго. И ну, на правду все равно не найдем. Вот. Поэтому я взяла. Что я вам могу сказать? Девочки, смотрите. А оказалось-то штука вкусная. Вот очень вкусная. Прям мне понравилась. Я не могу сказать, что мы будем есть ее ложками. Или это будет прям постоянной покупкой. Но если вы не пробовали, к примеру, арахисовую пасту. Или просто хотите попробовать. Или вы ее любите, но ищите бюджетный вариант. Вот она. Вот она очень классная. Вкусная. В меру сладко-солененькая такая. То есть, прям вот, прям классно мне зашла. Суперская. Девчонки, могу однозначно советовать. Чего не могу сказать о вот этих сливках. Я, значит, попробовала их сколько? Получается, три штучки. Да? И вот эти остальные, вероятнее всего, я выброшу. Потому что, как я эти сливки вообще использовала? Я добавляла их в кофе. И что я вам могу сказать? После того, как я вот последний раз заметила, да? Последнюю, одну, третью вот эту вот сошетку, упаковочку использовала. Я долго потом не могла избавиться от какого-то неприятного ощущения. Вот в горле, во рту привкус какой-то от вот этих вот сливок у меня оставался. И я уже пыталась его чем-то другим заесть. Там цитрусовыми, фруктами, еще чем-то. Но вот очень неприятное ощущение. И именно от этих сливок. Такое чувство, знаете, что я съела какой-то мел. И этот мел мне повсюду осел. И я вот чувствую какую-то вот эту... В общем, я не знаю, девочки, что это за прикол. Состав у них указан как хороший. Но мне не понравилось вообще. Действительно, такое ощущение, что я разведенный мел. Выпила вместе с кофе, и он осел у меня на горле. Вот какая-то хрень на самом деле. Это я советовать вам не могу. Это все, что я купила. Сейчас я быстренько пробегусь вам по ценам. Значит, смотрите. Гирлянда у нас, как обычно, 199 рублей. Коробка подарочная 99. Это прям, мне кажется, очень даже дешево. А, еще я брала, не успела вам показать. В отделе с мужскими товарами, с подарками, я имею в виду, есть мячики антистресс. Такие вот где-то такого размера. Белые и желтые. Я, значит, озадачилась тем, чтобы купить для Юви мячик побольше. Потому что она, оказывается, любит в футбол играть. Ну так вот. Не хотела ехать в какой-то другой магазин. Думаю, возьму вот этот фикси. Вроде бы он большой. Не должна она его убить. Но он мягкий. В общем, он не дожил до этого видео. Потому что был уничтожен буквально за доли секунды. И, в общем-то, все. Вот. Но стоил он 77 рублей. Дальше. Контейнер 149, я говорила. Джилет 149. Шоколад Аленка 18 рублей 30 копеек. Доска 55. Печенье любятого 50. Это выгоднее. Потому что в пятерочке я его покупала. Плюс-минус около 70 рублей. Обычно. Дальше. Пакет подарочный по 27,50. Это тоже очень дешево, девочки, на самом деле. Потому что они прям такие фантазийные, красивые. Эти бабочки милые. И сам картон очень хороший. Ежедневник 199. Открыточки по 10 рублей. Слушайте, очень дешево. Получается, что сливки питьевые стоили плюс-минус около 40 рублей. Так же, как и арахисовая паста, наверное. Я не знаю. Потому что у меня здесь списаны баллы. Но в любом случае, это очень дешевая арахисовая паста. Ну что, мои дорогие. Это было все, что я хотела вам сегодня показать. Я надеюсь, это видео было вам полезно. И вы успеете купить то, что вам понравилось из этого видео. Я, как обычно, благодарю вас за внимание. Желаю вам всего только самого-самого наилучшего. Говорю вам спасибо. И пока-пока. Пока.